Приветик, меня зовут Анатолий, это Мясокит, блог о книгах и путешествиях. В данном случае это книга, то есть блог о путешествии за книгами на ярмарку Nonfiction в Москве. Вот что мне удалось там надыбать. Я очень старался ничего не купить, но не смог, пришлось. И вот это первая книга Элла в первом классе Тима Фарвелла. Я ее купил для своей сестры и ее детей, потому что мою сестру зовут Элла. Книжка очень смешная, я ее уже начал читать. Просто прелесть, смешная, веселая книжка о детях. Вот это для меня. Это песня слов, стихи Константина Вагинова с прекрасным, огромным комментарием, великолепным. Ну, у меня не было такой большой подборки Вагинова, и вот, наконец, есть. А вот это для моего сына. Где медведь Джоната Бентли? Это книга-игра, где можно вместе поискать медведя. Очень красивое издательство «Палеандрия». Просто, ну, я вообще влюблен в это издательство. А вот две книги, ну, начнем с восторга, потому что мне необычайно повезло. Издатель этой книги, Илья Бирженштейн, вот лично взял мне и подарил вот эту книгу. Ну, мало этого, я еще получил автограф Олега Лекманова, автора комментариев, предисловия к книге. Ну, просто потому что, ну, я... Олег Лекманов для меня очень важное имя. Это литературовед, который, ну, очень сильно меня повлиял в моих вкусах, моем понимании литературы. И его комментарии и предисловия к Ходосевичу, ну, это такое для меня, какое-то такое детство мое литературоведческое. К счастью, я не стал литературоведом, но теперь люблю поэзию. Вот. Это издание в серии «Руслит». Это переиздание классических детских произведений советского времени с великолепным околонаучным и научным комментарием, но в очень необычной форме. Подробнее об этой серии, этих книгах, я надеюсь, рассказать вам позднее, и когда у меня будет возможность лицом и качеством видео и подробным рассуждением рассказать об этом всем. Вот и все. Вот совсем небольшие приобретения, но я очень ими доволен. Спасибо за внимание. Пока-пока.